Здравствуйте, друзья! Сегодня я довольно удивился, когда повесил пост про манипуляцию и провел параллели. За основу взял стих из Евангелия Теана про то, что пастор есть дверь овцам. И было интересно, неожиданно для меня, что я заметил некое непонимание, и даже кто-то меня переспросил, и какое право выбора дает пастор или пасторе овцам. То есть я понял, что тема спорная, кажется спорным для многих из нас, и поэтому я хочу кое-что вам рассказать про разные модели власти. Это интересная тема, и хоть, может быть, она вам покажется не библейской, но на самом деле она просто очень связана с нашей повседневной жизнью, имеет прямое отношение и к церкви, и к семье, и к государству, и к обществу. Это затрагивает все сферы нашей жизни, абсолютно бизнес, просто любая сфера. Значит, в чем есть проблема? Проблема есть в том, что мы с вами говорим по-русски, то есть автоматически мы принадлежим к русскоязычному населению, к русской культуре, многие из нас родились даже еще при Советском Союзе, наши родители тем более родились и выросли в Советском Союзе, поэтому вот такая авторитарная модель управления – это единственный вид власти, который нам знаком, и церкви, которую мы посещаем, я тоже был член христианской церкви более 20 лет, нам известна только авторитарная система управления. Даже когда человек становится пастором или епископом, мы автоматически принимаем для себя вот такой вот знакомый нам с детства стиль управления, мы можем посмотреть на наши страны в бывшем Советском Союзе, какую роль там играют президенты, как они управляют нашими странами. Проблема в чем? Проблема в том, что это совершенно противоречит новозаветной системе управления церкви, новозаветному принципу власти, более того, это противоречит библейскому понятию власти, о том, как власть реализует себя, что такое власть, зачем она существует, более того, она противоречит вообще божественной власти, тому, как Бог использует свою власть, каким образом Бог управляет Вселенной. Поэтому я хочу сначала вам рассказать про эти две модели и потом дать какие-то стихи из Библии и объяснить, в чем есть разница. Значит, какая модель нам знакома? Нам знакома модель, что отец, что монарх, что царь, что президент, что пастор, он является сосредоточением всей власти. То есть, поскольку нас интересует, наверное, церковь больше всего, то пастор, даже если его называют пастор, как в традиционных церквях, все равно он же несет ответственность за души овец, поэтому он всех контролирует, он следит за всеми, он, ну, в общем, от него все зависит. И я помню, когда я сам был в служении, то я тоже в себе видел вот это понимание, что, ну, как сказать, я за всех отвечаю. И если я за всех отвечаю, то, как бы, вот, их успех целиком зависит от меня. Я должен сделать все для того, чтобы все люди, с которыми я связан в служении, чтобы они знали, что такое истина, что есть правда, что им важно для жизни. Мне нужно их научить всему и так далее. То есть, человек, который является лидером, будь то отец, будь то президент, будь то руководитель бизнеса или пастор в церкви, он отвечает за все. И, поскольку он за все отвечает, соответственно, он обладает всей полнотой власти. И власть эта обычно выражается в том, что в церквях слово пастор – это закон. Выражается в том, что все важные решения согласуются с пастором. Пастор решает, принимает все решения в церкви. Я не хочу сказать, что это плохо. Наверное, это лучше, чем совсем ничего. И последняя церковь, в которой я был, наш пастор, был довольно авторитарный человек. При этом он абсолютно выдающийся человек. Таких людей совсем немного в постсоветском христианстве. Но для меня было очевидно, насколько его модель управления сдерживала рост церкви, сдерживала служение и ограничивала, потому что получалось, что движение происходило в служении в церкви, а у него была большая церковь. Была, потому что я больше не хожу в церковь вообще. Но у него была большая церковь, и много церквей входило в это движение. И получается, что те вопросы, в которых пастор лично разбирается, те вопросы получают приоритет в церкви. И те вопросы развиваются, эти направления развиваются в церкви. Но пастор только человек, и он не может разбираться во всем, поэтому жизнь меняется, и жизнь становится современнее. Как бы новые технологии приходят, модели общества, государства меняются. И поэтому получается, что какие-то современные вещи, которые уже являются нормой жизни для обычных людей, тем более в бизнесе, церковь постоянно отстает, потому что движение получает только те направления, в которых пастор лично разбирается. А если он не разбирается, то ему и не объяснить, он же главный. И если он не видит в чем-то смысла, то как бы и нет возможности донести до него этот смысл. А если ты пытаешься какой-то самодельностью заниматься на его территории, на территории его церкви, или используя его ресурсы, или просто сотрудничая с людьми из церкви, получается, что ты самодельностью занимаешься, если это не получило прямой санкции. И получается, что даже хороший, искренний служитель, даже человек, имеющий такие дарования от Бога, он сильно сдерживает служение и ограничивает Бога и дело Божие. Просто через эту авторитарную модель. И это далеко не единственная проблема, но я просто хотел поделиться своим личным опытом то, что я видел. Значит, в принципе, это традиционная для Востока модель управления, принцип власти. Восточный принцип власти построен на диктатуре, на авторитаризме. И самым лучшим выражением этого является знакомый нам монголо-татарская ига, хотя есть много версий, мнений, какой именно форму имела эта монголо-татарская ига, что это не была оккупация в чистом виде. Тем не менее, понятно, что это был вид диктатуры. И сегодняшний Китай нам тоже является хорошим примером того, что такое азиатский принцип управления или азиатская модель власти, потому что в Китае нет демократии. Там есть капитализм, но там совсем нет демократии. Там нету социальной системы, там старики не получают пенсии. И то, что правительство решило, в данном случае это партия, высшее руководство коммунистической партии Китая, так и будет. Кого он решил расстрелять, всех и расстреляют. То есть, это не демократическая модель, это тоталитарная модель. И если кто-то хочет поспорить, сказать, что вот каких успехов достиг Китай, я соглашусь, Китай достиг больших успехов, потому что у них очень много людей и очень большая территория. Но до сих пор в Китае есть люди, которые живут в пещерах, и это не один, не два человека, это миллионы людей. Вы представляете, в Китае до сих пор, в Китае, будучи современной страной, в котором есть небоскребы и мегаполисы, и совершенно удивительные проекты строятся, в этом же Китае миллионы людей живут до сих пор в пещерах и буквально в первобытных таких условиях жизни. Ну вот, значит, это азиатская модель управления. Что такое библейская модель управления? Можно начать со слова «царь», как оно будет на иврите. Наверное, вы все знаете, что это слово звучит «мелых». Глагол. Почти все существительные в иврите, они от глаголов. То есть сначала есть какое-то действие, и по этому действию есть существительное. И есть такой же глагол в инфинитиве «лимлох», но это такой древний глагол, он больше не употребляется. Смысл этого глагола советоваться, обсуждать или советоваться. То есть царь на иврите, хотя на иврите есть и другие слова, там даже есть слово «сар», от которого происходит русское слово «царь». И есть какие-то другие слова, которыми называются разные посты, или руководители разных видов, министры, или языческие какие-то деятели, имеющие власть. Тем не менее, чтобы сказать о человеке, который стоит во главе еврейского государства, используется слово «мелых», которое от глагола советоваться. Почему глагол советоваться? Потому что еврейский царь – это своего рода председатель. Он, конечно, ходит на войну и принимает военные решения, но еврейское государство, библейское, какое оно задумано по Торе, оно, кстати, не является идеальной моделью. Как мы помним, есть книга «Судей», где описывается книга «Судей», которую написал пророк Самуил, и дальше есть книга «Царей», которую тоже написал пророк Самуил. И там очень ясно описана история, что Бог, из которой видно, что царская власть и централизованное государство не являются идеальной божьей моделью. То есть Бог вообще-то хотел бы, чтобы люди боялись его напрямую, чтобы были просто духовные вожди, как судьи, которые были духовными авторитетами, и они принимали какие-то судебные решения, когда нужно, но чтобы люди, в принципе, знали Бога, знали заповеди и боялись Бога. И государственная власть централизованная – это как бы компромисс Бога с человеческой природой. Бог с ней сходит, с ней зашел к народу и разрешил им иметь царя. И народ пришел тогда к Самуилу, чтобы спросить царя, и Бог дал одного царя, потом другого царя и так далее. Тем не менее, власть эта была не централизованной, не было никакой вертикали. То есть она была централизованной, но не было вертикали. Потому что в еврейском государстве монархия является, во-первых, конституционной, во-вторых, парламентской. То есть есть и конституция в виде Торы, Библия, Пятикнижия Моисеева, и есть еще вид парламента – это совет мудрецов, известный нам страшным словом из Евангелия Синодрион. На самом деле Синодрион – это вовсе не ругательное слово. По сути, это совет мудрецов. То есть выбирается, в него входят самые авторитетные люди поколения, то есть это духовные вожди, это могут быть пророки. Многие пророки входили в Синодрион, многие учителя Торы. Равинах как таковых тогда не было, но можно сказать, что равины могут входить в совет Торы. То есть наиболее уважаемые духовные люди и даже, может быть, светские люди, но тоже, которые пользуются большим авторитетом, большим влиянием, тоже могут входить в такой совет. То есть фактически лучшие представители народа, и это не те позиции, которые можно купить за деньги, не такие должности, а наиболее уважаемые люди в народе, составляют совет мудрецов Синодрион. И царь обязан согласовывать самые главные решения с советом мудрецов. То есть нет такой ситуации, что царь делает все, что хочет. Именно поэтому он и Мелех советующийся, потому что у него есть вот этот совещательный орган, разновидность парламента, с которым он советует, и советуется и этот парламент, совет мудрецов, имеет право вето на какие-то самые главные решения, на решения, которые важны для государства, для народа. Конечно, какой тогда он царь, если он полностью стеснен, и на самом деле, конечно, были у царя специальные полномочия, потому что царь в еврейском государстве, то есть был такой суд царя или царский суд, например, в том, что касалось смертной казни. Запрещена смертная казнь без суда и следствия, то есть Торой предусмотрена такая сильная процедура, нужно выяснять, насколько человек виноват, нужно свидетели, нужно точно установить его вину, нужно установить, имел он мотив или не имел мотива, и так далее. И, в общем, нужно соблюсти точную процедуру, прописанную в Библии, в Торе, для того, чтобы вынести смертную казнь. Тем не менее, царь имел право в исключительных случаях по личному решению взять и казнить человека, никому ничего не объясняя. Ну, предполагается, что царь является божьим человеком, который выбирается Богом через пророка или каким-то другим способом, или через наследование, как в случае с Соломоном, хотя и про Соломона было пророчество. Вот, тем не менее, царь имеет вот право, как бы такой царский суд, царскую казнь выносить. Вот, то есть, мы говорим о принципах власти, о том, как реализуется власть. Значит, если посмотреть Новый Завет, откуда вообще образ пастыря появился, да? Если вы хоть чуть-чуть что-то знаете про овец, поскольку церковь сравнивается с овцами, и народ Израиля сравнивается с овцами, и царь в Израиле сравнивается с пастырем у овец, и пастор церкви-служитель сравнивается с пастырем, да, то овец невозможно гнать, то есть, невозможно идти сзади и погонять овец, куда ты хочешь. Они тогда разбегутся. То есть, у овец такая психология, что они могут следовать только за кем-то. И поэтому даже, поскольку вот козы и козлы отличаются такой больше смекалкой, то иногда могут послать козла или козу, которая там пойдет куда нужно, если она такая обученная, и стадо баранов может за ней идти свободно. Вот, но как бы в нашей ситуации стадо следует за пастырем, да, то есть, поэтому важный принцип, невозможно погонять овцами, их можно только вести за собой. Об этом говорит и Новый Завет, послание Петру. Первое послание Петра, пятая глава, пастырей ваших умоляю. Посмотрите, апостол умоляет пастырей. Вот уже здесь заметен принцип власти. Несмотря на то, что ты апостол, он их очень сильно просит. Он им не может приказать. Он не говорит, что я там вас расстреляю, вы там потеряете общение с Богом, я вас прокляну страшным проклятием. Он умоляет, то есть, вероятно, речь идет о чем-то сверх важном, архиважном. Он умоляет пастырей. Пастырей ваших умоляю, как сопастырь, как свидетель страданий Христовых, как соучастник славы, который должен открыться, посите стадо Божие, надзирая не принужденно, но охотно, и богоугодно, ради гнусной корости, и сердца, оно из усердия, не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. То есть, тут то же самое сказано, что невозможно овцами управлять и господствовать, но нужно подавать пример. Запрещено. Пастор в новозаветной церкви запрещено господствовать. Авторитарный стиль управления запрещен. Почему? Потому что мы здесь чем занимаемся? Мы не занимаемся... Церковь это не организованная преступная группировка, не ОПГ, это не ЧВК Вагнера. Понимаете? Церковь это семья Бога, в которой мы знакомим людей с Богом. И прежде чем человек познакомится с Богом, который есть Небесный Отец, ему нужно познакомиться с человеком. И если человек является авторитарным, духовным лидером, понимаете, это вопрос базовой психологии, это вопрос физиологии даже. Когда лидер является диктатором, авторитарным человеком, мы невольно ощущаем страх. Мы ощущаем некий страх. Он утверждает свою позицию, он дистанцируется от нас, и он принимает такие волевые решения, авторитарные. Поэтому в общении с таким человеком, в коммуникации с таким человеком невозможна полноценная работа головного мозга. Вот та искра Божия в человеке, неокортекс, которая отвечает за духовные способности, за интуицию, которая активизируется во время молитвы, медитации, которая отвечает за такое ясно-аналитическое мышление, за ответственность. Вот эта высшая часть мозга, неокортекс, которой нет у животных, она не работает в состоянии страха. Она парализованная, не работает в состоянии страха, она не работает, когда над тобой есть вот такой диктатор. И когда ты с человеком имеешь такие отношения, как он тебе может показать отношения с Богом, когда Бог есть любовь, когда Бог хочет рождать себе детей. Да? И посмотрите, какие слова здесь Петр использует. непринужденно, то есть служение не должно быть обязанностью, принуждением ни для самого пастора. И он не должен использовать принуждение. Вот это и говорится об авторитарности. То есть для него служение должно быть призванием, то, что он делает доброохотно, охотно ибо угодно написано. То есть то, что он делает из желания. У него такое сердце, у него большое отцовское сердце, которое вмещает многих людей. И он переживает за людей. Он заботится о людях. Настоящий Божий пастор. И поэтому он не принуждает себя. Для него служение это не обуза и не обязанность. Это удовольствие. Это радость. Такая же, как радость. Рождать детей, заботиться о детей. И делать это непринужденно. Но охотно и богоугодно. Не для гнутной корости. Тут вообще ни о деньгах говорится, если вы не поняли. Здесь говорится о служительских амбициях. Об амбициях построить карьеру, построить министрии. Так вот, Петр говорит, что запрещено в новозаветной церкви строить министрии. Запрещено заниматься развитием служения. Вот это все абсолютно какая-то государственная машина. Это все родом из Вавилона, который основан Нимродом, который был первым диктатором на земле и придумал государство и массовую идеологию и религию для управления людьми. А в новой заветной церкви это запрещено не для гнутной корости. Корость имеется в виду выгода в любой форме. Если ты развиваешь свой министрии, чтобы там было побольше людей, чтобы было побольше пожертвования и чтобы ты был известен в христианском мире, это тоже корысть. И она названа здесь гнутной. Поэтому желание быть лидером апостол Петр называет гнутным. Желание развивать свою министрию он называет гнусным. Это гнусная корость. Сердце служителя это сердце слуги. Дальше я вам еще покажу всем известные стихи про это. Поэтому непринужденно, без принуждения внутри и не используя принуждения снаружи для управления церковью и людьми. Но охотно, то есть с радостью, с желанием и с удовольствием и это богоугодно. Из усердия, то есть искренне искреннее желание работать. Не господство, но подавая пример стаду. Тогда получите неувидающий венец славы. Дальше берем главный пример, вам всем известный. Значит, перед праздником Пасхи это 13 глава Евангелия Теяна. Вот, можно почитать, не хочу читать каждое слово, но вот здесь Иисус говорит, вы называете меня учителем и господом, правильно говорите, и если я учитель и господь умыва многие, вы должны умывать друг другу. Я дал вам пример, чтобы вы делали, как я сделал. Раб не больше господин, и посланник не больше. То есть, он говорит о том, что, ребята, я вам последний урок, последний пример, который Иисус подал своим ученикам, он подал им образ слуги, и написано вначале, когда он к Петру подходит, вот тому самому Петру, который написал вот это послание про подавать пример стаду, вот тому самому Петру он сказал, ты сейчас не поймешь, Петр говорит ему, тебе ли умывать ноги? Он говорит, ты не понимаешь сейчас, а потом врубишься. И вот Петр врубился, понимаете, прошли десятки лет, и Петр врубился, что такое божественная власть в церкви, и написал вот это послание, и сказал, что гнусная корость есть диктатура пастора, авторитарность или управление в церкви это гнусная корость. И поэтому он говорит, в другом месте написано, что правители языческих народов господствуют над ним, а у вас так не будет. Вот. Значит, о чем я хочу сказать? Я вовсе не пропагандирую демократию и либерализм в церкви. Речь вообще не про это. Есть традиционные библейские ценности, и божий человек это, конечно же, мужчина, у которого есть яйца, и который вызывает уважение, это сильный человек, и вот этот сильный человек, почему не господствовать? Потому что намерение это забота о людях и любовь. Если ты, пастор, выходишь за кафедру, не имея намерения заботиться о людях, тебя интересует что-то другое, тебя интересует пожертвование сегодня побольше, тебя интересует классно проповедовать, тебя интересует быть помазанником сейчас, чтобы сошло помазание и ощущение пережить, или чтобы чудеса были, я не знаю, как у кого вообще, может, большинство из вас и без чудес проповедуют, я же не знаю, вот, но все это гнусная корость, если твоим мотивом служения не является любовь и забота о конкретных людях. Еще другое место написано, что каждого, по-моему, та же глава в Иоанна, что там, где про дверь к овцам, что он знает каждую овцу по имени, ну, вот, вот это божественный стиль управления, и просто посмотрите, посмотрите, чего добиваются евреи, где даже если они атеисты, не верят в Бога, тем не менее, вот, за тысячи лет эти принципы управления, принципы воспитания, они как-то, вот, отложились, что ли, в народе на генетическом уровне, и посмотрите на ваши славянские народы, да, какой процент нобелевских лауреатов и так далее, посмотрите, что является успешным в мире, да, любовь к детям и забот о детях без авторитаризма, когда нужно, в крайних случаях, можно и гарпнуть, в крайних случаях, иногда, может быть, нужно и по жопе дать, да, но это не первичный стиль, это, иногда, еврейский царь может пойти и просто кого-то убить лично, или послать слугу, но это не, это не главный стиль управления, понимаете, это не основа служения, потому что все это существует для заботы о людях, чтобы они, каждый из них пришел лично к познанию Бога и чтобы Дух Божий жил в каждом и руководил каждым из них. Ну вот, мне кажется, что я вообще какие-то прописные истины вам говорю, но оказывается, не все про это знают. Вот, я хочу, чтобы, вот знаете, я желаю, чтобы у вас это слово просто пропечаталось, что гнусная корость, желание строить свой министр, желание быть пастором, желание иметь большую церковь, желание развивать служение, все это гнусная корость, и когда ты командуешь людьми в церкви, а не служишь им, и они служат за тебя, не из-за того, что ты имеешь авторитет, и твои слова имеют вес, как Иисус, он никого не искал, Иисус не собирал себе церковь, понимаете, люди шли к нему и спрашивали советы, а некоторые из них послушают и становились учениками, потому что понимали, что реально крутой мужик перед ними, и вот его уже слушались из авторитета, и при этом он говорил, ребят, ну хотите, свалите, я как бы никого не держу, ты можешь прийти поучиться у меня. я, 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 Продолжение следует...